всем привет дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале сегодня у нас очередная страничка про 120 все вы прекрасно знаете что тормозная система на 120 ки но мягко говоря требует пристального периодического внимания а именно передние тормозные суппорта все вы знаете что нужно иметь тормозные колодки все вы знаете что по времени нужно обязательно менять тормозные диски когда они стачиваются и когда уже приходит совсем совсем грустная печальная пора приходится менять тормозные суппорта но есть одна вещь о которой мало кто задумывается да и в принципе мало кто знает есть такая штука которая называется тормозная жидкость да именно та жидкость при помощи которой в принципе все это тормозит потому что система у нас гидравлическая так вот это самая тормозная жидкость является гидрофобные субстанции то есть она может впитывать в себя влагу и с течением быстро это происходит она и уберет просто из непонятно если честно сказать откуда наберет но суть в том что даже когда вся система закольцовано у нее нет нигде ничего то есть туда нету не открытого воздуха но в тормозную жидкость попадает влага и поэтому ее хотя бы раз в два года нужно менять потому что та влага которая скапливается в этой жидкости она мало того что делает ее другой плотности а другая плотность соответственно менее эффективное торможение но тут можно конечно еще поспорить потому что все таки вряд ли там прям столько жидкости попадает но жидкость дает что правильно она дает ржавчину а наши передние недешевые тормозные суппорта как раз таки ржавеют вот эти самые стаканчики которые там находятся то есть копеечная тормозная жидкость может привести к тому что вы можете заехать на тормозной суппорт который стоит ну сами прекрасно понимаете не очень дешево поэтому не забывайте вовремя менять тормозные колодки тормозные диски обслуживая свои суппорта ну и хотя бы раз в пару лет меняйте тормозную жидкость это недорогая операция такую операцию профил на за я на своем автомобиле занимает она немного на любом сервисе могут сделать в принципе вы сами можете сделать это тоже нету ничего сложного но придется немножечко повозиться особенно если вдруг у вас там где-то краники на суппортах под засохли но лучше все-таки заехать на сто не так это дорого стоит сэкономите время сэкономите нервы не испачкаетесь тоже не без этого поэтому а лучше заехать и поменять ну в принципе я это сделал и вам в общем то тоже советую в принципе что хотел я вам рассказал чем хотел я с вами поделился лайк дизлайк у нас все можно ничего не запрещается но главное помните что не бывает плохих автомобилей бывает только плохие хозяева всем пока